МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа объектив-студия Анна Акрамова. Коротко о главных темах уходящей пятницы. Предотвратить необоснованный рост цен на жизненно необходимые товары поручил представителям торговых сетей на оперативном штабе губернатор Евгений Куйвышев. Отметим, что сегодня совещание с представителями магазинов прошло и в Новоуральске. Вы точно получите свою олимпийскую медаль под российский гимн и российский флаг. Я вам искренне этого желаю, сказал глава округа Вячеслав Тюменцев на неформальной встрече с участницей Олимпийских игр в Пекине Анне Востриковой. Сегодня день работников культуры. Свой профессиональный праздник отмечают более 600 новоуральцев. Акварели 10 лет палитра красок в честь юбилея студии искусств украсила стены публичной библиотеки. Это вернисаж картин, созданных руками учеников за несколько последних лет. Об этих и других темах далее. Государственная поддержка Свердловских сельхозпроизводителей в этом году превысит 4 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвышев на заседании регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивости и экономики и социальной сферы. Темой заседания стала работа агропромышленной сферы и потребительского рынка. Это те сферы экономики, от которых напрямую зависит продовольственная безопасность, социальная стабильность и настрой в обществе. Обращаясь к представителям бизнеса, Евгений Куйвышев подчеркнул, что государство принимает серьезные шаги по поддержке отрасли, обеспечению продовольственной безопасности и, в свою очередь, рассчитывает на социальную ответственность предпринимателей в сфере торговли продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости. «Сегодня здесь присутствуют представители торговых сетей, и я хочу обратить внимание, мы не имеем права допускать дефицита потребительских товаров, а самое главное, важно предотвратить необоснованный рост цен на жизненно необходимые товары», – сказал губернатор Евгений Куйвышев. Он выразил надежду на консолидированную работу и оперативное межведомственное взаимодействие в этом вопросе всех профильных структур, включая территориальные органы Федеральной антимонопольной службы, прокуратуру Свердловской области, Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Сегодня и в администрации Новоуральского городского округа состоялось совещание с представителями всех торговых сетей. Первым вопросом обсудили наличие сахара в магазинах города, его стоимость и возможность ежедневного поступления товара на прилавки магазинов в связи с повышенным спросом. Обсудили и наличие других товаров первой необходимости. Итоги заседания подвел Вячеслав Лобан, заместитель главы по стратегическому развитию и инвестициям. Это была встреча первая у нас и она, надеюсь, будет носить регулярный характер. Администрация Новоуральского городского округа работает в тесном контакте с продуктовыми сетями. Этот вопрос на контроле у главы администрации Новоуральского городского округа. И сегодня подвели первые итоги работы в нынешних условиях и выяснилось, что в целом в городе нет недостатка каких-либо продуктов, это точно. Есть небольшой разброс цен и сегодня коллеги из торговых сетей подтвердили, что возможно где-то завышение цены носит ограничительный характер, чтобы сразу в одни руки не выносили много товара. Вот собственно этим и объясняется. Ценники на основные жизненно важные необходимые продукты молоко, хлеб, крупа, сахар, соль, спички, они в течение последнего времени сильно не изменились. Все в доступности средства, гигиены, санитарии, все есть в наличии в достаточных количествах перебоев нет, полки полные. Сегодня глава округа честовал спортсменку, нашу землячку Анну Вострикову, которая защищала честь нашей страны на Олимпиаде в Пекине. Что пожелал Вячеслав Тюменцев Анне Востриковой, узнала моя коллега Наталья Рау. С приветственных рукопожатий началась встреча главы города Вячеслава Тюменцева и председателя Думы НГУ Михаила Денисова с олимпийцами, с участницей Олимпиады в Пекине Анной Востриковой и ее наставниками Алексеем Ельниковым и Евгением Курбатовым. Напомню, наша новоуралочка Анна Вострикова в составе Олимпийской сборной России по шорт-треку приняла участие в зимней Олимпиаде, которая прошла в Пекине с 4 по 20 февраля. Вячеслав Яковлевич целенаправленно запланировал в своем плотном графике эту неформальную встречу, чтобы из первых уст услышать впечатление от Олимпиады, узнать чаяние спортсменов и проблемные точки на пути к достижениям в большом спорте. Ну, сейчас пандемия. Ясно, что были определенные ограничения, но для Ани, я считаю, что это был плюс, она более мягко вошла в эти Олимпийские игры. Для нее это огромнейший шок. А мне было, если бы еще были толпы народа на стадионах, кричали. Ну, как в Сочи было. Там сложнее было. Команда Олимпийский комитет России у нас очень дружная была. Все друг другу помогали. Мы прям как одна большая семья были. Очень мне понравилась атмосфера Олимпийских игр. Правда, она была не в полной мере из-за того, что коронавирус. Несмотря на коронавирус и все политические инсинуации, российским спортсменам удалось показать все свои достижения. Кстати, взаимоотношения между спортсменами разных стран остались вне политики. И это радует. Ани тоже удалось сохранить традицию Олимпийских игр – обменяться пинами. Это брошки. И вот у каждой страны были свои пины. И спортсмены всех видов спорта, всех стран менялись. И так начинали общаться, знакомиться. Что запомнилось вообще больше всего? Ну, так вот цепануло душу и сердце. И вот по-девчачьи так вот, может быть, даже немножко. Наверное, открытие Олимпийских игр – это прям незабываемое ощущение. Запомнилось не только открытие Олимпиады в Пекине, но и выступление нашей землячки. Мы все его так ждали и болели за Анну Вострикову. И она далеко, за тысячи километров, ощущала нашу поддержку. Попасть на Олимпиаду, тем более в 19 лет, это уже достойный результат. Да, есть над чем работать, говорят наставники. Но и у Анны все еще впереди. Был на сборе в Челябинске. Анна как раз выступала своей дистанцией, писал ей что-то по тактике. Говорят же, шорт-трек вроде бежишь прямо и налево, но оказывается это не так. Все-таки голова там у нас работает очень сильно. И Анна доказывает это. Анна Вострикова пришла в спорт в пять лет, когда предложили вместо утренних прогулок катание на льду. Ее катание сразу же отметили взрослые. Так постепенно Анна вошла в спорт, затем в большой спорт. Эта хрупкая, скромная на первый взгляд девушка, очень характерная в спорте. Как говорит тренер, Анна сильна в многоборье и обладает хорошей выносливостью. Благодаря своему результату она попала в Олимпийскую сборную страны. Это была мечта Анны, которая сбылась. Теперь она мечтает об Олимпийской медали. В тренировочном процессе, да, безусловно, ты только один есть, ты работаешь для себя и не важно на соперников. Но в соревновательном плане у нас же спорт заключается в том, что нужно предугадать, обхитрить своего соперника. И то есть в этом плане нам нужно смотреть, следить за своими соперниками, знать, сколько он может проехать. Ну, в общем, изучать нужно. Сегодня на встрече говорили о том, как зарождался шортрек много лет назад в Новоуральске на льду КСК. Новоуральск – спортивный город, воспитавший целую плеяду именитых спортсменов в самых разных видах спорта. Ими гордятся новоуральцы. И глава города, и председатель думы – коренные жители Новоуральска. Вячеслав Яковлевич год назад, 30 марта, пришел на должность главы и за это время плотно изучал городские вопросы, в том числе и в сфере спорта. И для него сегодня было очень важно услышать из первых уст – достаточно ли инфраструктуры, какие проблемы есть сегодня в спорте, как развивать большой спорт и талантливых земляков. Первое, что сразу выделил Алексей Ельников – это нехватка хотя бы еще одного крытого корта в городе. В этом вопросе он получил одобрение и содействие со стороны главы и администрации НГУ. Ведь очень важно, чтобы наша молодежь видела хороший пример земляков, стремилась к большим результатам, занималась спортом и прославляла наш Новоуральск на всех уровнях. То, что делает городская администрация, городская дума, депутаты – это все не ради того, чтобы что-то построить и отчитаться, а для того, чтобы город жил. И вот такой мощный импульс вообще придали. Я нисколько не преувеличиваю, я сам этим живу. Спасибо огромное вам, вашим родителям, безусловно. Неформальная встреча сегодня завершилась приятным моментом. Глава Новоуральского округа Вячеслав Тюменцев и председатель Думы НГУ вручили мастеру спорта международного класса члену национальной сборной России Анне Востриковой и ее наставникам, без которых бы не было таких больших достижений, награды, сувениры с материальным подспорьем. Анна Вострикова очень достойно представила Россию. И пусть не удалось пока взять медаль, однако опыт, который есть у 19-летней спортсменки, поможет ей еще не раз заявить о себе. Мы все желаем успехов Анне и самых высоких ступеней на пьедесталах почета. Наталья Раупал-Сизов, Новоуральская вещательная компания. Сегодня, 25 марта, отмечается День работника культуры. Как говорится в обращении губернатора Евгения Куйвышева, Свердловская область заслуженно считается одним из крупнейших культурных центров России. Это выражается не только в количестве и богатстве фондов наших музеев, библиотек, театров, культурно-досуговых центров и других учреждений, но прежде всего в высоком творческом потенциале жителей Свердловской области. Отметим, что год основания отдела культуры Новоуральска – 1954. В настоящее время Новоуральский городской округ имеет развитую сеть учреждений культуры и искусства с высоким уровнем специалистов и современной материальной базы. Это учреждения культуры с численностью работающих более 600 человек. Театр музыки, драмы и комедии и театр Кокол, дом культуры Новоуральский, публичная библиотека, историко-краеведческий музей, музейно-выставочный центр, центральный парк культуры и отдыха, художественная школа и школа искусств. Сегодня вечером в свой профессиональный праздник работники культуры и искусства Новоуральска собрались в Театре музыки, драмы и комедии. Более 40 почетных грамот и благодарственных писем за многолетний труд и вклад в развитие сферы культуры присутствующему золотому кадровому фонду вручили управляющие администрации Горнозаводского управленческого округа Свердловской области Евгений Каюмов, глава округа Вячеслав Тюменцев и заведующий отделом культуры администрации Ирина Шаповалова. Подробнее о торжественном мероприятии в честь профессионального праздника расскажем в понедельник в программе «Объектив итоги». В эти весенние дни у школьников Новоуральска идут каникулы, а со следующей недели уже начнется четвертая, завершающая учебный год четверть. А пока школьники беззаботно проводят последние дни отдыха. В Новоуральске состоялось профилактическое мероприятие «Внимание! каникулы». «Соблюдайте правила дорожного движения, всегда останавливайтесь перед пешеходным переходом». «Внимание! Каникулы! Это профилактическое мероприятие проходит в Новоуральске традиционно во время отдыха школьников от учебных дней. На этот раз внимание уделили правилам перехода и проезда на пешеходных переходах. К проведению акции привлекают и подрастающее поколение Новоуральска. Под патронажем сотрудников Государственной инспекции по безопасности дорожного движения участниками акции стали воспитанники клуба по месту жительства «Орленок» детско-юношеского центра. «Напомнили пешеходам о правилах безопасного поведения, повторили алгоритм безопасного перехода. Сейчас идет мероприятие «Внимание! каникулы!» Хочется обратиться именно к взрослым. Ежедневно напоминайте детям о правилах безопасного перехода. Контролируйте досуг своих детей. Пусть каникулы будут безопасными». Ребята своими руками подготовили памятки для пешеходов и водителей с призывом соблюдать правила дорожного движения при переходе и проезде пешеходного перехода. Инспекторы ДПС останавливали автомобили, а ребята вручали буклеты с просьбой быть внимательными и аккуратными на дороге. Также школьники вручили памятки пешеходам, а юным новоуральцам подарили световозвращатели. В Новоуральске завтра 26 марта с 8 до 12 часов пройдет диспансерная суббота на базе поликлиники на Комсомольской 9. Для пациентов, переболевших COVID-19, проводится углубленное исследование. Для горожан от 18 лет и старше диспансеризация направлена на выявление хронических неинфекционных заболеваний, онкологических болезней и риска их возникновения. При необходимости пациенту будет назначено дополнительное обследование в рамках следующего этапа. Всем желающим пройти обследование при себе нужно иметь страховой полис. Новоуральская студия искусства «Акварель» отметила свое десятилетие. Бессменного руководителя и любимого педагога Татьяну Колесникову и весь дружный коллектив с круглой датой поздравили выпускники, родители, друзья, коллеги, единомышленники и хор «Кластиль». За 10 лет творческой жизни арт-студия, ее педагоги и ученики реализовали большое количество креативных проектов и выставок. В юбилейный день рождения в стенах публичной библиотеки звучали слова благодарности в адрес талантливых учителей и руководителя Татьяны Колесниковой. Как замечательно, что в нашем городе нарисовалась такая красивая история, очень творческая история дружбы. И, конечно же, те люди, очень сильные люди, как поется в песне, которую исполнил хор «Кластиль», такие, как Татьяна Ивановна Колесникова, как Татьяна Васильевна Захарова, Татьяна Ивановна Колесникова и вся ее команда. Не бывает чего-то сверхъестественного и прекрасного, если это не возглавляет человек, которому тянутся люди от мала до велика. Самое главное, что форма художественной школы, которая была открыта 40 лет назад, естественным образом переросла в новую форму художественного образования. Мы друзья Татьяны Ивановны, очень рады за нее. С самого начала, когда она еще только планировала организовывать акварель, вот мы как бы вместе радовались, помогали, чем могли, морально поддерживали. Очень счастливы, что вот дожили до десятилетия и видим такую красоту. Обучаться в акварели могут все желающие любого возраста от 5 лет до 80 плюс. Старшие поколения и, конечно, самые юные художники. Родители очень рады, что их дети в семейной атмосфере студии приобщаются к прекрасному, реализуются в творчестве. Мы ходим уже почти два года в акварельку с 4 лет. Карандашом цветным рисуют, акварелью, гуашью. Им очень нравится. Они с радостью идут. Там домашняя обстановка. Преподаватели они безумно любят. Моей дочери 13 лет. Она ходит в студию акварель. А сколько уже времени? Ой, я даже не вспомню. Она ходит еще с детского сада. Ну, уже, наверное, больше 7 лет. Все отмечают, что двигателем, батарейкой, идейным вдохновителем и атомным реактором студии является, конечно, Татьяна Колесникова. А вот сама Татьяна Ивановна благодарит своих единомышленников и коллег. Самое главное – вот эти те тылы, впереди которых я могу этим флагом махать. Это наши преподаватели Наталья Сергеевна Таланкина. Великолепный живописец. Без нее я была бы слепа. Это Жанна Сильвестровна Полякова. Если бы ее не было, у нас бы так начальная школа не была бы облюблена, залюблена. И вот она родилась для школы. Татьяна Викторовна Жеребцова, она только становится преподавателем. Это очень хороший художник, качественный такой и грамотный. У нее прекрасное будущее. В честь десятилетия стен на библиотеке украсил вернисаж работ учеников. Феерия цвета, мотивов и техник. Батик, рисунок, акварель, композиции, портрет по разнообразию пейзажей сразу видно. Это отличительная особенность акварели. Ее ученики пишут с натуры. Они объехали не только Урал и Золотое кольцо страны, морские берега, Крым и горы Кавказа, Москву и незабываемый Санкт-Петербург. Были и заграничные турны, например, в Швецию и Венгрию. Для выпускников студии обучение стало значимой частью жизни, а педагоги – вторыми мамами. Я занималась в акварели с третьего класса школы. Мои преподаватели, соответственно, Татьяна Ивановна и Наталья Сергеевна. Мы очень много где были и на Кавказе, и за границей в Швеции, в Венгрии, в Ярославле мне очень понравилось. На самом деле, только благодаря Татьяне Ивановне мы как раз объездили, ну, можно сказать, весь мир. Это, в принципе, самая основная часть жизни. Я без Татьяны Ивановны, ну, не представляю ее. В акварели я училась на протяжении шести лет, и благодаря этой студии я уже связала свою жизнь с искусством, работаю в Екатеринбурге и параллельно учусь в институте на дизайне. Акварель сделала меня художником не только внутри, но и в моей профессии, да. Вообще, эта студия стала для нас настоящей семьей. Это не обычная школа, это настоящая семья. Отметим, что особую атмосферу праздничному событию придали музыкально-танцевальные композиции от хора-класса «Стиль». В понедельник в 19.30 смотрите информационно-аналитическую программу «Объектив. Итоги». В ней расскажем о наиболее значимых событиях недели и выходных дней. На этом все. До свидания.